5-7 дней делайте полный цикл после этого оставляйте для себя только дыхание которое позволяет управлять жизнью химпраут до себе после этого протяни от себя полная мантра звучит так ты знаешь ее до химпраут протяни аги протидхара утги тхау падрава нитхана представляете она вот такая вот очень очень яркая это странная мантра называется семичастный саман она является одной из самых тайных в нашей школе мы ее изучаем аж на седьмой ступени сейчас мы изучили первую ее часть называется химпраут протяни то есть она звучит так зная это ты сможешь управлять началом и добровольно заканчивать если тебе нужен конец таким образом читая прочь вы можете потушить неприятность или создать новый бизнес говоря химпраут 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 да то есть смотрите мальчик встречается с девочкой еще не встречается да для улучшения отношений химпраут 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 когда надо я каждому не достал нет а продолжение сложное мне придется все вот эти десять дней объяснять каждое из слогов продолжением представляете она нам не нужно вам этого хватает научитесь делать это дело в том что это скорее подключение к духовной энергии какой ум духовная энергия или определенная сила которая позволяет человеку управлять своей жизнью и управлять всем что есть жизнь поэтому хочу еще раз сказать о осознанности пожалуйста будьте осознанные не посылайте никого просто так а если пытаетесь что-то сказать то подумайте для чего вы это говорите с какой целью иначе вы можете очень много себе сделать непонятного в своей жизни думать но не говорить думать можно говорить не стоит понимаете почему дело в том что здесь одна особенность это делается при помощи слогов и звуков и это обретает определенный энергетический смысл в пространстве раньше любое слово сказанное вслух она считалась ничем когда вы приобретаете вот такую способность то любое слово может управлять чем-то таким образом каждый раз когда вы после слова доказываете делом вы умудряетесь научиться делать так чтобы каждое слово было вещем поняли да после этого чтобы он не говорил это будет неправдой их чтобы он не сказал дальнейшем может разрушить в дальнейшем то о чем он сказал почему многократное произнесение лжи создает процесс разрушения в жизни события которых человек говорит слух это засорение пятой чакры поняли таким образом происходит засорение пятой чакры можно очень посострадать тем людям которые являются которые являются людьми лживыми и там придумывающими таким образом если человек лживый придумывающий или если за тем что он говорит не поступает никакого действия то тогда этот человек может в дальнейшем создать то что если он слова говорит то то что он говорит она никогда не будет исполняться то еще говорит вот давай обсудим так хорошо будет у нас дом не будет поняли не будет почему потому что до этого ты говорил что-то и за этим не следовало никакого действия здесь вы говорили я его убью и после этого взяли топор пошли зарубили вот тогда ваши слова бы в дальнейшем и после это и убью их и после этого взяли их убили ужас какой и после этого и себя посажу сдамся пошли сдались после этого вы кремень что не будете говорить все будет исполняться после этого можно сказать меня выпустят и вас выпустят но этого не произойдет почему по все вы не будете сами себе верить что выпустят здесь нужно еще и верить немножко таким образом когда человек говорит теперь ты здоров до этого было чтоб ты подавился собака ладно пусть не давится я хороший человек надо сделать что-нибудь может сделать маникюр какой-нибудь и не сделали или ты знаешь кто я такая я био гобот и после этого сами себе не верите помните как алла пугачёва пил я не помню кто на врус три короба пусть удивляются с кем я распрощалась там вас не касается вагончик тронется перо настанется тут мозгами тронешься естественно когда человек начинает произносить что-то что является неправдой то он фактически дальнейшем приводит свою речь к тому что она никак не сказывается на пространстве его жизни но если вы как говорят как там говорил наш президент у море ну шоу отвечай за базар вот если это происходит и то что вы делаете или то что произносите она сбывается то тогда сто процентов каждое ваше слово даже это слово может быть таким вы видите человека говорите теперь ты здоров и вы при помощи такого слова его будете вы он может быть за счет этого здоров представляете да и чем же это омрачается негативными словами которыми мы омрачаем наш нашу речь представляете поэтому если человек привык говорить был нах был нах нах был был нах то тогда все что он говорит это уже фактически ломает его жизнь по принципу неправды поняли но ему же приходится разговаривать и представляете от него идет информация все время эта информация бесконечная информация произнесенная вслух которая разрушает все о чем он говорит дозвонись и тогда они ответят после этого как бы чего после этого либо человек не хочет звонить либо они не хотят отвечать поняли да или там человек говорит я знаю что так получится все теперь ты не знаешь и так не получится почему потому что до этого было бесконечное омрачение своей речи а также следовательность то есть человек говорил я это сделаю я обещаю что это сделаю я там такой-то такой-то я еще какой-то я еще какой-то помните я говорю если думаешь что не произноси вслух а если произносишь слух то делай а если ты не думаешь что и не делай вообще понятно здесь особенность такая если думаешь что делай если не делаешь что тогда вообще не думай сказали сами себе там вслух допустим не подумали до сказали я это я тебе отдам деньги хотите нет отдайте я говорю это серьезно хотите или нет отдайте нет вообще да я обычно говорю такие слова не попадайтесь на манипуляции как это можно научиться делать говорите умные слова умные слова звучат так я подумаю вам говорят дать завтра вы говорите я подумаю почему вы же не даете себе шанса подумать не поддавайтесь на манипуляцию когда самое простое самое короткое слово это слово до застав человека сказать да и после этого ты можешь его заставлять за эти слова отвечать но сказать да очень легко поэтому для того чтобы не обидеть человека научитесь говорить слово я подумаю тогда вас начинают ценить и любить можно мне это сделать вы говорите я подумаю я вообще в своей жизни стараюсь не говорить да я всегда стараюсь говорить я подумаю я обдумаю и так далее было такое да то есть кто бы что не говорил я всегда говорю я подумаю потом когда я уже подумал то есть я не самодур естественно говорю нет ну в целом если человека люблю то тогда ему говорю да если я человек не люблю он для меня никто ему естественно говорю нет понимаете вот такая жизнь то есть и говорит андрей андреевич дай мне денег пожалуйста очень срочно ну вот недавно была такая ситуация бывший сотрудник спустя время говорит мне андрей андреевич я очень хочу встретиться игру зачем это очень важно верю мне не важно тебе нужно встречаться ищи повод приходи стой в очереди записывайся на прием я тебя приму он говорит ну а как бы так без этого но почему без этого ты бывший мой сотрудник часто на меня не работаешь для меня ты обыкновенный человек как и все приходи становись в очередь но мне очень нужно отлично приходишь в офис записывайся на прием ожидаешь приема я тебя принимаю хорошо хорошо отлично после этого пришел он очень надо встретиться игры что ты что-то хочешь он говорит о мне очень нужно чтобы вы заняли мне чтоб ты мне занял тысячу долларов ну в этом случае ему не говорил там дума не думай я ему сказал послушай ты дурак ты дурак он говорит нет но мы же с тобой друзья отлично чтобы ты понимал у меня в записной книжке 27 тысяч человек вот в этом телефоне на самом деле этих людей еще больше даже когда я набираю там любимая жена телефон думает час перед тем как там кто-то появится естественно в тот момент когда это происходит телефон думает то все люди которые появляются это так или иначе люди которые каким-то образом появлялись моей жизни их много этот мои пациенты тех людей которых я лечил они там по-разному называются и иногда я их даже не помню там какой-то коле звонит мне говорит здрасте я коля здрасте коля тебя знаю и после этого идентифицирую себя кто-то естественно когда это происходит то это же все друзья вот представляете каждый из этих друзей 27 тысяч человек пришли ко мне и говорят андрей андреевич дайте пожалуйста мне тысячу долларов а скажите это 27 миллионов но у меня этих денег нет поэтому если я дам одному то тогда эта энергия появится у остальных и у них появится ментальная сеть которую я одену и эта ментальная сеть будет говорить вот о чем каждый чужой человек глядя на меня захочет через ментальную призму занять у меня денег поняли да поняли а это такая особенность дай одному тогда ты должен всем поняли я ответил на вопрос который мне вчера задавали почему у меня все хотят занять деньги потому что их не нужно было в самом начале занимать а сейчас вообще как же ее разрушить не давать говорить дайте денег почему нет нельзя давать деньги вы уже знаете а вы можете сказать я просто верующая женщина и батюшки в церкви пообещала что никому деньги не дам из-за этого я болею или из-за этого дети болеют я не могу после этого все вопрос исчерпан ни один человек еще у меня когда-то нужно я работал в таком коллективе где все были очень выпивающими мужчинами причем выпивали так много это капец при этом в самой этой системе все мужчины считали что если человек не пьет то он злейший враг народа или еще хуже этого он говорил либо больной либо гомосексуалист но это условно говорит и после этого мне говорит давай я говорю я не буду потому что как я говорю у меня сахарный диабет мне нельзя я потом плохо себя чувствую после этого каждый раз когда они доставали бутылку он смотрел на меня переворачивался такая андрей тебе нельзя тебя диабет расслабся и после этого после этого всем наливали я сидел с этой чашкой угресса хася я верю прямо мечтаю об этом то-то лечись давай после этого когда они говорили то давай можно и говорил нельзя я себе в живот делаю уколом как же вот верю да знаешь шприцом живот укола говорит боже какой ужас и говорит тогда лучше не надо я говорю потом живот болит он говорит ладно представляете вопрос кого да я обманул этих людей обманул этих людей но у меня была цель не пить поэтому я сказал что не буду пить и я это сделаю здесь это все связано не с тем сколько мы обманываем а с тем что мы делаем после того когда мы обещаем поняли здесь наши обещания целиком связаны с тем насколько наши слова будут насколько нашим словам нужно доверять и насколько наши слова могут быть тем что управляет внешним миром знаете есть такое слово когда говорит человек я сказал так и будет иногда такое бывает что есть человек сказал так и будет почему видимо человек слова видимо он не обманывает видимо у него последовательность есть всегда что он это сказал и после этого это обязательно сделает это после этого обязательно произойдет у меня было так но во время морского курса я чайку сказал если ты хотя бы один раз на хамишь человеку и мне этот человек пожалуется то есть мне об этом не расскажет кто-то пожалуется просто человек нужный человек ненужные хорошие плохой мне все равно если человек на тебя пожалуется я тебя выгоню в эту же минуту ты услышал меня человек говорит я тебя услышал после этого на следующий день приходит женщина сказала я зашла к нему он не говорит что ты пришла что у меня не должно быть свободного времени пошла отсюда вот то есть это было сказано обыкновенность взрослой женщине после этого я пришел и сказал ты больше не работаешь говорит почему дай мне еще один шанс зачем сказал сделал мы с тобой работали по договору эти сказал будешь хамить я тебя уберу ты схамил я говорю обиды есть вы представляете в этот момент если договор есть обид никаких почему сказал сделал все ну что как же двигаются энергии у мужчины как нужно мужчине восстанавливаться и как двигается энергия женщине как женщине нужно восстанавливаться и так женщина и ее энергия сексуальная восстанавливается следующим образом для того чтобы восстановить энергию женщине ей достаточно лечь лицом вниз и очень широко расставить ноги а не забыл наверное сначала где же находится мужская энергия где она собирается где находится женская энергия мужская энергия находится на уровне который выглядит так от пупка если поставить большой палец на пупок то и поставить вниз пупка вниз пупка кулак то вот то место где находится кулак это и есть место сбора женской энергии поняли женской мужская энергия она должна у мужчины находиться над головой выглядит это вот так видите мужская вот здесь женская вот здесь наполнение женской надо подождать а ребята как происходит как происходит уничтожение женской энергии уничтожение мужской энергии если у женщины женская энергия поднимается то она превращается в чувство и превращается в мысли когда женщина ночью очень сильно беспокойно мыслит это раскручивает ее мозги и она в этот момент стареет поняли то есть если мыслей много в голове в этот момент стареете у вас появляются седые волосы появляется морщины на лице появляется элемент старения поэтому я расскажу как и и при помощи его такого движения собирать обратно поняли если у мужчины когда у мужчины прось когда у женщины происходит поднять его такой вот энергия у женщины поднятие энергии происходит если она начинает смотреть глазами вниз вниз поняли поэтому женщина смотрящая вниз в этот момент стареет поэтому если вас посмотреть вы лежите и вы обязательно будете смотреть вниз сейчас сейчас я скажу сейчас я скажу правильно я сказал или нет нет я сказал неправильно я сказал неправильно оборот случ неправильно я вам сказал наоборот если женщина смотрит вниз она молодеет пишите вот так правильно случае если у вас есть нервные состояния и в голове много мыслей то тогда вам нужно смотреть вниз 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 это значит на уровень либо на живот себе смотреть либо на кончике своих ног вниз смотря до для того чтобы не стареть наверно почему человек смотрит вниз мысли сдвигаются ниже поняли потому что женщина которая возбуждена она обычно вытаращивает глаза и начинает смотреть вот туда понимаете аж задирать голову естественно если она смотрит вниз то тогда у нее сдвигается референтный индекс и она успокаивается также очень рекомендуется делать упражнение это упражнение выглядит так и после этого вы вперед смотрите делать так и снова и глазки вниз также женщине можно посоветовать для набора женской энергии ложится на живот расставлять ножки и глубоко дышать животом вниз при этом на вдохе есть на вдохе есть такая мантра которая делает женскую энергию более активной и женщина становится более привлекательной хотите ее дам это на вдохе последовательные слога пишем первый слог сад да это делается так но это не сад одессе так поняли после этого выдохнули после этого то после этого нам и следующий слог мам са-та нам мам са-та нам мам са-та нам мам са-та нам мам и делается так понятно смотрите первые вдохи когда вы делаете вы выдыхаете через рот вторые вдохи выдыхаете через нос а-та а я а а а а а заisa к recimatum са-та нам мам нам мам к Sat á nam nam maps при этом женщина лежит на животе и в землю до при этом у вас набирается вы набираетесь женской энергии что это за женская энергия чем больше у женщины женской энергии тем больше у нее в жизни будет воспевание ее красоты воспевание ее чистоты воспевание ее чувств и бесконечное восхищение всем что она делает и